Целоваться через пуховку золотую, золотую, через петелку обвитую, обвитую. Доброго здравия, хоровод! Собираемся нынче в чистый четверг всё правильно сделать. Чёрную четверговую соль делать да заговаривать. Сегодня я расскажу о четверговой соли, чтобы вы решили для себя, будете ли готовить в этот четверг. В следующих видео буду рассказывать о применении четверговой соли, о четверговой воде, о куривании, четверговом защитном круге и четверговых обрядах благополучия. Если вы хотите приготовить простую чёрную соль для повседневных нужд, вы можете сделать это в любое время года. А чтобы получить сильное магическое средство, хорошо знакомое нашим предкам, придётся ждать одного единственного дня в году. Чистый четверг, долгожданный четверг в апреле месяце. Напомню, что сделать и даже заговорить соль можно, начиная с 8 апреля вплоть до 15 апреля, канун первых русалей, но стараться вам нужно будет больше, чем в четверг, который имеет дополнительную силу. Способы приготовления четверговой соли в разных местах несколько разнились. Иногда просто в ночь, под четверг, с 10 на 11 апреля 24 года нынче, на стол ставили хлеб и соль, а потом эту соль хранили как лекарство. Чаще эту соль в эту ночь клали в печь, завернув узелок. Способы приготовления четверговой соли в разных местах несколько разнились. Иногда просто в ночь, под четверг, с 10 на 11 апреля 24 года ныне, на стол ставили хлеб и соль. Потом эту соль хранили как лекарство. Чаще же соль в эту ночь клали в печь, завернув узелок. Другой способ. Соль пережигали на углях. В Орловском уезде поваренную соль смешивали с квасной гущей. Завязывали в тряпку, перевязывали веревочкой, ставили в печь на самый жар. Соль оставалась в печи до субботы. В некоторых селах Енисейской губернии соль в какой-либо посудине ставили в печь, истопленную воскресными дровами, оставшаяся от воскресения перед постом и разожженную древесным огнем. Были другие способы приготовления четверговой соли, так что не удивляйтесь разночтениями. Слишком древние обычаи, чтобы не иметь многих вариантов. Белорусы, а также крестьяне Смоленской губернии выносили соль и мыло. На ночь на улицу, ночь накануне чистого четверга. Мыло и соль соединялись, видимо, потому что в чистый четверг обычно мылись. Ну, а вопреки убежденности, что четверговая соль делается в чистый четверг, она делается накануне, остывает за ночь, а утром заговаривается. Как приготовить соль? Есть много рецептов, можете посмотреть в интернете. Самое основное в том, что простая белая каменная соль перепекается вместе с хлебом и травами. Один килограмм крупной соли, примерно 200 грамм трав, полынь, душица, чабрец, иногда заменяли капустными листьями. Туда же добавляли размоченный в воде и отжатый сжаной хлеб. Количество хлеба у всех хозяек было разное, но чаще всего столько же по весу, сколько соли. Хлеб также можно заменить сжаной мукой. Высыпали все это в чугунную сковородку, ставили в печь на горящие угли на несколько часов до тех пор, пока соль не почернеет. Соль, которую я буду заговаривать в этом году, нам уже привезут мешками, примерно по 25 килограмм готовую. Не столько, сколько мы продаем лавки «Северная сказка» за год, не приготовить, конечно, но заговариваю всю. В условиях городской квартиры черную четверговую соль можно приготовить в духовке, конечно, вывалив тесто на противень 230-250 градусов. Смажьте растительным маслом предварительно. Время приготовления зависит от объема, но не надейтесь приготовить меньше, чем за час, в который ваша квартира наполнится характерным дымом, привет соседям, считается полезным и очищающим. Как заговорить соль? Обряд, который проводят знатки, похож на освещение крещенской воды. Свечи, дым, равносторонний деревянный крест из веточек или палочек. Новички, в домашних условиях, с малым количеством соли, сделайте так. Переложите размолотую соль, накануне приготовленную, в сковородку, конечно, с толстым дном, чугунную желательно. Мешайте посолом деревянной ложкой. Читайте заговор трижды. Как к этой соли не льнут ни призоры, ни переговоры, також бы к мене, к моему близному, моему дому и моему двору, не льнули ни призоры, ни переговоры, ни думы свои и ни худые помышления, веки по веке, а ты не до веки. Знающие обратят внимание, мешать посолонь, а не противосолонь. Почему так? Вроде очищающее средство готовим, хорошо бы противосолонь мешать. Ну, потому что четверговая соль используется и как очищение, и как защита. Поэтому магические чары все же по солнцу посолонь. Конечно, существует не один рецепт выпекания черной соли. Добавляют травы, капустные листья, меняют соотношение продуктов, хлеб или ржаная мука. Вполне возможно, если вы будете сами готовить, у вас появится свой собственный рецепт приготовления четверговой соли. Важно! Простую соль соединяем с ржаной мукой и запекаем до угольков. После чего своими ритуальными действиями наполняем добрыми пожеланиями это магическое средство. А день чистого четверга поддержит ваш обряд и наполнит силой. Как использовать соль расскажу в следующем видео. Но сейчас, конечно, важно вспомнить, что ее использовали как в пищу, так, равно и как магическое средство. Я каждой сутки размещаю короткие видео подлиннее, чтобы успеть вам сообщить важные обряды, заговоры чистого четверга. Но заговоры буду передавать в моем канале Телеграм. Ссылка в описании, друзья. Завтра расскажу о том, как использовать четверговую соль. Всем хорошего вечера. До новой встречи. Подписались на канал? Поставили лайк? Молодцы! Это благо для тех, кто может увидеть видео в рекомендациях. И вам самим удобнее следить за обновлениями. На благо. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...